Всем привет, с вами Изидыч, и сегодня наконец-то появилась возможность, точнее повод, сделать обзор на самолет. Именно с него я решил начать, скажем так, освещение всех новинок марафона под названием «Фронтовой механик», у которого условия были, ну, не совсем уж такими понятными, потому что сначала вникал, вникал, потом все-таки, когда я смог пройти эту точку непонимания, я эволюционировал сверхразум и понял, что, блин, мне ж не обязательно выполнять задрот-марафон. Всем обзорщикам просто так хотя бы в аренду на сутки выдадут эту технику, и не нужно ничего выполнять, хоть какой-то плюс от моей деятельности. В общем, сделаю сегодня такой честный, объективный обзор. Но вообще хочу сказать по поводу условий. Ребят, вот кто-то писал вот это все дело, ну вы, конечно, постарались, но я прям вообще не знаю, потому что нет, чтобы, понимаете, как бабушкин рецепт пирога, попунктно просто дать нужную информацию. Ну, настолько художественно заморочили все это дело, что я прям не знал, куда деться. Реально, там читал долго, усердно, причем некоторые вещи перечитывал несколько раз. И самое обидное то, что до сих пор количество сундуков с деталями выдается рандомно. От этой системы еще со времен ИС-7 не отошли. То есть, кому-то повезет, кто-то быстро соберет все необходимое количество, кто-то будет потеть. Ну, вы поняли. Мне кажется, многие со мной согласятся в комментариях. Так вот, нам марафон предложил аж 4 подарка. И самым ярким из них, ну, одним из самых ярких я посчитал И-180С. Ну, по крайней мере, для летчиков он имеет особую ценность. Тем более, что он сделан, фактически, знаете, такая прокачанная версия Ишака И-16, у которого есть несколько иное вооружение. Там не только ШКАСы, и это не какая-то поздняя, знаете, премиумная версия, или какая-нибудь еще с двумя ШВАКами. Здесь, знаете, такая золотая середина. То есть, два ШКАСа и два 12,7 мм пулемета УБ. И причем они очень хороши. Иногда они, такое ощущение, будто лучше, чем ШВАКи, что меня, на самом деле, очень сильно поразило. Ну, и порадовало, само собой, потому что противника они разрывают просто на части. Что же там говорить про истребители, когда бобры шатаются только в путь? Пока записывал обзор, было очень множество ярких моментов, когда эта машина, ну, показывала просто феноменальный урон и по бобрам, и по истребителям, когда буквально с короткой очереди, будто там тридцатки, МК-108 какие-то летят. Может, просто везло, я не знаю. Но в песке эта техника будет одной из лучших, я вам точно говорю. Бывало, настолько барзел, что даже на ФОКу шел в лобовую. Вы представляете, на ФОКу в лобовую, и что вы думаете, поджигал ее? У нее, наверное, там шок просто, понимаете, ФОКу не разобрала фактически И-16. Ну, прокачанную версию, но все равно эта машина очень уязвима. Так это что? Следующая ФОКа получала в пощам с тем же успехом. В общем, машина оказалась крайне непростой для врагов. Боезапас при этом очень достойный. Если для шкасов там 1300 патронов, то для УБ 440. И этого хватает на приличное количество техники. Но если не зажимать гажетку постоянно, знаете, как вот многие из аркадок приходят, типа там же привыкли все зажимать, потому что бесконечная перезарядка, то, конечно, вам на 2 тыс самолета может хватит. А если аккуратно играть, то вырезать можете практически всю команду. Вот настолько круто. Даже со шваками столько не получается. Если же какой-то враг посерьезнее, не истребитель, а бомбардировщик, никаких проблем, стреляйте ему просто в двигатель. Топливная система повреждается. В любом случае происходит воспламенение с очень высокой вероятностью. Даже если он погасит, ничего страшного. Подлетите в другой движок, подстреляете. Понимаете, рано или поздно вы его собьете. Бывало даже, знаете, стреляешь в двигатель, думаешь, подожгу, гада. А он просто берет и теряет крыло. Понимаете, крыло теряет от пулеметов. Я не знаю, проблема в бобре или в этих слишком крутых пулеметах. Я вот так и не разобрался. То есть, как вы поняли, я одно лишь вооружение этого самолета могу восхвалять, наверное, половину обзора. 4-5 минут, сколько угодно. Настолько оно крутое. Причем в некоторой степени неестественно крутое. Но я этому рад, потому что вы знаете ситуацию, да, в рандоме. То, что советская команда частенько попадает против комбо. Япона немецкого комбо. И, кстати, И-180С не исключение. Бывают ситуации, там, кидает тебя к этим двум замечательным нациям, которые начинают якобы пытаться разрывать рандом. Но что-то на первом ранге у них не так хорошо получается. Потому что наш И-180С вполне справляется с японскими самолетами, с немецкими самолетами. Ну да, конечно, японцы по-прежнему маневреннее. Вы не делаете, там, себе иллюзию о том, что вы можете перекрутить, там, какие-нибудь хаябусы, фиг вам. Конечно, не сможете. Эти табуретки бешеные на месте крутятся вообще без проблем. То есть здесь стоит все-таки немножечко быть поскромнее и работать, как ни странно, на проходах. Но скорость хорошая. У нас скорость поменьше 600 км в час. Опять же, если лететь на оптимальных высотах, разгоняться постепенно. Но это не потребуется. В основном мы сами будем падать на противника. Климпе достаточно хорошо эта машина. Поднимаемся выше. И знаете, что самое интересное? Более 600 км в час разгоняется во время якобы бум-зума. И ничего, не разрывает. То есть довольно прочный аппарат для своего низкого ранга. От японцев, если что, можем оторваться. Проблемы могут возникнуть разве что с корсарами. От корсара мы не догоняем вообще никак, ребят. Даже не пытайтесь. Других опасных японских примов, кроме корсара, я не видел. Но, кстати, разрываем в маневренном бою мы корсара без проблем. С ним даже не нужно сталкиваться как-то в лоб. Просто обходите немножко и садитесь на 6. Он ничего не сможет сделать. С немцами несколько другая ситуация. У них отличная скорость разгона. То есть при бум-зуме, понятное дело, их догонять это неблагодарное дело. Но если их кто-то втянул в свалку, ни один немец живым уже не уйдет. Я вам точно говорю. В принципе, из немцев разве что 112-й может потягаться с вами, попытаться там покрутиться, сбить вас. А все остальные, особенно фоки, это фактически летающий фраг. Если они по какой-то причине решат, что они могут что-то в маневренном бою против И-180С. Поэтому более опытные немцы по-прежнему будут пытаться играть на проходах против вашего красного огненного самолета. А самолет действительно огонь. Мне он очень понравился, ребят. Без вариантов. И если вы спросите меня, какое у него основное предменение в игре. Нет, ребята. Это не фарм львов. Это не выкачивание ветки. Потому что ранг слишком низкий для подобного. Здесь скорее статодрочь. Просто набивание статистики с помощью этого самолета. Потому что, во-первых, чем ниже ранг, тем больше забита команда. Всегда хватает фрагов. Потому что составы очень полные. Во-вторых, уровень ваших противников ниже, чем обычно. Потому что там много неопытных новичков. Которые иногда даже на фоке пытаются постоянно вступать в маневренный бой. Но я не знаю, может со временем все изменится. И они посмотрят какой-нибудь обзорчик. Узнают себя в этом видео. И перестанут делать такую дичь. Но это ладно. В целом, ребята, как я и сказал, самолетом очень доволен. Для песочницы, для набивания статистики, это один из лучших аппаратов на данный момент. Он явно превосходит многие машины на этом боевом рейтинге. И превосходит прежде всего тем, что он сбалансирован. У него хороший крен, скорость, у него отличнейшее вооружение. Даже, я бы сказал, феноменально отличное. Чем-то напоминает нано-браунинге в лучшие времена. Которые по какой-то причине то не дамажат, то неожиданно начинают разрывать в лужечном пушке. Вот здесь тот же принцип работает. Шваки не додамаживают. Зато 12,7 мм пулеметры разрывают даже он крылья бомбардировщиком. В общем, вот такой аномальный самолет, который действительно будет очень крут в вашем сетапе. Если он у вас появится. И в принципе, друзья, это все, что я хотел вам сегодня показать, рассказать. Так что поддержите лайком, чтобы я передел следующий видос на максимальном позитиве. И пользуйтесь ссылочкой в описании под видео, если нужно задонатить с 3% скидкой. Все, ребята, всего хорошего. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok